72 года назад светлый и воскресный день был обращен началом войны, долгой и самой кровопролитной в истории человечества. Но в памяти нашей дата 22 июня 1941 года осталась не просто как роковая, но и как рубеж, начало отсчета долгих дней и ночей Великой Отечественной войны. Ранним утром 22 июня фашистская Германия и ее союзники обрушили на нашу страну удар невиданного в истории сражения. 190 дивизий, до 5 миллионов человек, свыше 400 тысяч танков, более 47 тысяч орудий и минометов, свыше 4 тысяч самолетов, около 250 кораблей. Им противостояли 186 наших дивизий, около 3 миллионов человек, более 3 тысяч танков, 10 тысяч самолетов, включая авиацию Северного, Балтийского и Черного флота. Началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и ночей. Это было одно из тяготейших испытаний, когда-либо пережитых страной. Решалась не только судьба нашего народа, но и будущая мировая цивилизация. Но планам Гитлера не суждено было сбыться. На борьбу с врагом поднялась вся страна, от мала до велика, и громили врага, и крушили его, не давая ему ни покоя, ни отдыха. 22 июня, в День памяти и скорби, у обелиска присутствовали люди, которые доказали, что единство и братство – это великая сила в противостоянии перед лицом врага. И люди, пришедшие отдать дань памяти великому народу, который отстоял нашу отчизну – мужеству, стойкости, доблести, отваге советского солдата. Приветственным словом выступил глава городского поселения города Мурск Борис Редькин. Чем больше времени отделяет нас от тех событий, тем яснее осознается значение исторической миссии солдат, отстоявших право на дальнейшее развитие как своей страны, так и многих государств мира. Никто из тех, кто пал смертью храбрых на поле боя, кто отдал жизнь за свою родину, не должен остаться забытым. Наш долг – сделать все возможное, чтобы новые поколения хранили память о Великой Отечественной войне. Для этого, чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы знать во имя чего и благодаря кому мы живем. Также свою благодарность ветеранам выразил председатель собрания депутатов Амурского муниципального района Виктор Соколов. Уважаемые ветераны, сегодня, это поистине тяжелый день, разрешите мне поблагодарить прежде всего вас за все то, что вы сделали для победы нашей необъятной и великой Родины. Поблагодарить и сказать, что вот это дело, святое дело, дело защиты Родины, дело возрождения нашей необъятной страны, наверное, навсегда должно остаться в сердце каждого россиянина, каждого гражданина нашей Родины. И выразить еще раз вам слова благодарности, душевной благодарности за ваш необъемный, неуемный труд, за ваше неуемное настроение творить добро. Большое вам спасибо. После благодарственных слов заместитель председателя Координационного совета ветеранов войны и труда Лидия Косарева рассказала о новом сайте. Требуется все более надежно и тщательно запечатлеть в нашей общей благодарной памяти факты подвигов и ратной деятельности наших родных, близких, земляков, которые вместе с советским народом выстояли в суровое веколетие. И большую помощь в этом нам всем открывает сайт в интернете «Подвиг народа Великой Отечественной войне». Он предоставляет огромную возможность ознакомиться с уникальными документами о Великой Отечественной войне и ее героях. Этот замечательный сайт поможет нам не забыть о тех ужасных днях, о том великом подвиге, который совершил советский народ. Это наша история. Мы должны всегда помнить, кого нужно благодарить за мирное небо над головой. Пока мы, молодое поколение, помним и скорбим, страницы истории переписать невозможно. Низко склоняем голову перед всеми погибшими. Вечная память героям. После всех благодарственных слов, прозвучавших в адрес ветеранов, прошла минута молчания. Все собравшиеся возложили цветы на овелис к памяти и склонили головы перед невероятной волей к победе, перед мужеством фронтовиков и работников тыла, защищавших свой дом. Мы не просто вспоминаем день войны, не для слез и мемуаров вспоминаем. Люди мира вспоминать о нем должны, мы об этом всей земле напоминаем.